Ребята, ну зайдите в середину, потому что они там по кругу стенку ставят. Да? Это что обозначает? Это честно. Они вообще не должны подходить. В 9 утра мне на мобильный телефон позвонила секретарь и сообщила о том, что возле дверей, где у нас этаж наш, мы занимаем правление и аппарат управления, стоят вооруженные люди в масках, в камуфлированной форме, со спецсредствами, с травматическим оружием, вообще с оружием неизвестно с каким. Пытаются осуществить захват здания. В итоге они все-таки в эту дверь вошли и заблокировав людей всех, перестали осуществлять вход и выход из данного помещения. На наши вопросы, на каком основании и почему они находятся, и почему они заняли админэтаж, блокируют здание, они сообщили, что они здесь по распоряжению правительства, что имущество наше национализировано. В итоге начали потихонечку по звонкам собираться пайщики и наше сообщение милицию и так далее. То есть, в принципе, работа предприятия была заблокирована. На наши вызовы в милицию появились сотрудники полиции, которым у нас был один вопрос, что это за люди, почему они в камуфлированной форме, с оружием и почему они препятствуют работе. Кроме этого, они еще интересовались документами, правоустанавливающими на организацию, документами на право собственности и другими документами строгой отчетности. Ситуация эта вся, до вечера шло противостояние, которое в конечном итоге ни к чему не привело до сегодняшнего дня. Вы видите, те же самые лица находятся. Единственное, что по требованию милиции они с утра препятствовали, о чем нами было сделано, опять же, заявление. Но этаж нашего админздания они не покидают. Кроме этого, какие-то появились потом назначенные люди крымской компании торговой, которой мы никакого отношения не имеем. По приезду вчера вечером замминистра Латышева, который тоже непонятно, какие функции осуществлял. Он сопровождающий рейдерский захват или что-то нам это было непонятно. Что здесь делает государственный чиновник, который должен осуществлять свою непосредственно профессиональную идею, он участвует фактически в рейдерском захвате. Поэтому вот эта ситуация, она до сегодняшнего дня, она парализует работу одного из крупных предприятий бюджетообразующих района. Вовремя не могут осуществляться все наши договорные обязательства. Хотя законом о потребительской кооперации наше имущество должно защищаться законом. И любые убытки, нанесенные вот такими действиями, они должны нам компенсироваться, возмещаться. Но кроме того, что людей до настоящего времени никто отсюда не убрал, как нам выполнять? А просто обыкновенный страх за свою жизнь и за все остальное. Поэтому я считаю, что это работа исключительно правоохранительных органов разбираться в таких ситуациях. А именно, обезопасить людей от подобного рода действий. Имущество это коллективное, частное, то есть оно принадлежит направить собственности каждому пайщику. Поэтому оно не национализировано, не может быть опривори. Во-вторых, те документы, которые нам привезли. Проект решения, вот они тут есть у нас. Проект решения привезли. Приказ крымской торговой компании, к которому мы опять же никакого отношения не имеем. У нас все органы управления и контроля, они выборные. Решения принимаются всеми пайщиками по реализации имущества, еще по какому бы то ни было вопросу. Поэтому вот то, что нам показывают приказы и все остальное, ну это называется сам пью, сам гуляем. Поэтому до сегодняшнего дня мы не можем остановить эту ситуацию. Мало того, неизвестно когда и в какой момент она может обостриться. И люди просто переживают за свою жизнь и здоровье. Потому что все, опять же говорю, камуфлированные, с нашивками спецназ, в бронежилетах, с палками и так далее. То есть это весь набор, но только не общественной организации, крымское народное ополчение, а это набор спецназовцев. Позвоните вы за счетю. Общественная программа. Кто создавал это общественная программа? Какие граждане? Какие граждане? Ну это я гражданин? А здесь не нарушался ли? Нет, вот я гражданин российских гражданин. Да. Вот скажите, пожалуйста, я создавала вот это. Мне это нравится, когда приходят люди с дубинками, приходят на... Я просто обычный мирный человек, я пайщица. Я проработала столько здесь верно. Давайте разберемся, что такое потребный гражданин. А вот мальчики, они даже не понимают, что такое. Минуточку, давайте так, сейчас мы разберемся. Минуточку, подожди. Давайте разберемся, если на проехать камеру. Спасибо вам большое. Подождите. Что это за подразделение? Что это за подразделение? Что это за подразделение? Сержант, спросите мне документы. Сержант, сюда иди. Спросите мне документы. Кто они такие? Установлено вообще там. Вот они находятся второй день. Вот здесь, значит, что мы попрашивали. Ну, товарищ Бурган, а вот что там? Ребята же от круг отвернулись. Вот и все. Так, вы не уходите. Мы боимся вот этих людей. Вы не уходите. Вы начинаете власть. Пожалуйста. Вы скажите, кто представлен? Я уже третий раз попросил. Скажите, пожалуйста. Я заместил начальника по охранничеству порядка Смольникова Савей Валерьевича. В Неприсбургин Крым. Еще вопросы есть? Спасибо. Я являюсь пайщиком с 1974 года. Вот моя паевая книжка. Вся жизнь у нас руководствовалась, значит, общим собранием, собранием уполномоченных. Далее избирались члены правления. Я являюсь членом правления уже, наверное, лет 20. И все руководство, все спорные вопросы, имущество, и все решалось через правление, общее собрание или собрание уполномоченных. Вчера произошло непонятно. Мне сюда позвонили, еще председателя не было. Я приехал, значит, стоят здесь ребята в масках, лица прикрытые. И говорят, кто ты такой? Я в двери. Я им достаю. Я взял с собой. Вот, смотрите, с 1974 года я пайщик. А кто вы здесь? У нас просто всех пайщиков очень это обеспокоено. Обеспокоено такой захват. Какой-то рейдерский. Или тот захват, который был донецкими ребятами на Украине. Нам это непонятно. И если хотел Аксенов что-то сделать там или кто-то с Саумина, приедьте, соберите правление, соберите людей, соберите пайщиков. И если пайщики проголосуют, то мы все демократически решим. Наше предприятие с украинского перерегистрировано, зарегистрировано во всех инстанциях, получили несоответствующие документы и начинало нормально работать в нашей системе. Такая политика, которая сегодня ведется, она никому не понятна. Ну, троим человеком, первый раз получилось, открылась дверь, голова просунулась, маска и глаза. Она глянула, ничего не поверила женщина. Потом второй раз в торговом отделе. Потом смотрим, она болела инфарктом здесь, старый работник. Смотрим, у нее стало плохо. Вызвали скорую, приехали до 180 давления. Давай уколы, делайте и все. После этого прошло время второй плохо стал работнику. Так что есть зафиксировано выезд скорых помощи. В коридоре, да, стало плохо. Затем. Да. Затем. Затем. Ну, что? Да, я пришел. Я пришел. Ну, что? Вот они пришли. Что такое? Что с ним делать? Пусть тут флешку скину, о чем нужно. А зачем? Ну я вообще могу не отдать флешку. Так, проще. Ну, по примеру. Продолжение следует.